Всем здравствуйте! В этом видеоролике я хотела бы обратить внимание людей на то, как мусорные отходы влияют на жизнь птиц, животных и водных обитателей. Ежедневно в мире люди выбрасывают более 3,5 миллиона тонн мусора. Лишь маленький процент отходов попадает на дальнейшую переработку. Большая часть хлама скапливается в водоемах и гниет на свалках. Люди не до конца понимают, что это серьезные проблемы, и они вернутся в наши дома в виде загрязненной еды, воды и воздуха. Больше всего от влияния мусора страдает флора и фауна нашей планеты, заложники случайных ловушек из мусора. Растения прорастают сквозь мусор, впитывая корневой системой, находящейся в почве, пропитанной опасными отходами вещества. В желудках диких зверей, морских животных и птиц попадается мусор. Животные съедают его, принимая за еду. Они погибают или становятся инвалидами, съедая то, что является для них отравой. Им трудно передвигаться и охотиться. Пластиковые и полиселеновые отходы ставят под угрозу жизнь морских и лесных обитателей. Они погибают, когда съедают пластик. Они растворяются в желудке и не выходят естественным путем и сигнализируют о насыщенности. Задыхаются в неубранных сетях, проводах или от попадания посторонних предметов в дыхательную систему. Ежи, зайцы и змеи гибнут от зараженной почвы. Животные птицы гибнут из-за использования мусора в качестве строительного материала для своего жилья. И исчезает доступ к местам кормления, так как животные своими мордочками попадают в капкан, жестяными банками или пластиковыми бутылками. 20 июля 2022 года белая медведица пришла сама на самый северный поселок Диксон. На метеористанции за помощью к людям-метеорологам. В пасти белой медведицы застряла жестяная банка из-под сгущенки. Видимо, она пыталась ее вылизать. Банка врезалась в пасть медведицы. Дикое животное было сильно истощено и находилось на грани смерти. Из Москвы прилетела группа ветеринаров и спасла медведицу, проведя необходимую операцию по извлечению банки. Животное спасли из жестяного плена и выпустили на свободу. Люди, если мы хотим, чтобы планета процветала, а будущее поколение пользовалось чудесными дарами природы, то каждый из нас должен осознать, что мы являемся частью природы. Любовь к Родине и к родному краю начинается с испытания экологической культуры и осознания личной ответственности за состояние окружающей среды. Прошу вас относиться бережно к природе.